привет привет заточные темы уже пошли по кругу все же пережевана разжевана выложена многократно обсуждалась показывалась повторяется но одни те же вопросы одни и те же заблуждения каждый раз всплывают и все чаще и чаще поэтому возвращаемся к выравниванию и подготовки абразивов и доводки абразивов перед эксплуатации и начнем в первую очередь говорить о тех абразивах которые наиболее распространены это синтетические абразивы которые представлены на рынке то что я расскажу он имеет отношение наверное подавляющим большинство абразивов которые в данный момент продаются начнем с того что вот для примера положил абразивы азоксидом алюминия производства московского абразивного завода и знаменитейшие веневские алмазы на связке и те вопросы которые возникают что в отношении обычной синтетики что относительно веневских алмазов ну начну сначала с того как изготавливается конкретно вот эти абразивы московского абразивного завода технологии там существует несколько в том числе заливка есть форма куда заливается масса которая застывает здесь у нас зерно оксида алюминия определенная связка что мы имеем в результате вот такая вот условная схема абразивное зерно и залили наверное как-то либо там чем-то выровняли там технологии думаю существуют разные другая залили потом соскребли лишнее получили вот такую форму эту нас связка внутри зерно находится часть зернышек может быть немножко торчат наружу и приобретая вот такие бруски они проводя по ним пальцем в принципе очень похожи до тех пор пока не начнешь работать на каком абразиве и у него не выработается немного вот этого связка которая присутствует на поверхности ну абразив будет работать очень похоже и тактильно они когда их пробуешь они вроде бы несмотря на то что один эквивалент грибности 280 этот 600 грит там разница в зерне тут 40 микрон здесь 10 микрон когда они новые они очень похожи соответственно до тех пор пока связка не выработается абразив не начнет работать ну скажем так с той грубостью листой тонкостью которые заложены производителем и теми зернами которые используются в составе дальше такой момент вот веневский алмазный завод бруски технологии в принципе похоже изготовление производитель говорит что после того как бруски выполнены они доводятся на порошке 120 пофепа карбида кремния все бруски что грубые что мелкозернистые в результате мы имеем определенную поверхность с определенной шероховатостью и в этой шероховатости другая же картинка присутствуют как скажем так вершинки связки который тоже веневских алмазов есть не ошибаюсь где-то я видел что используется в том числе в связке карбид бора что тоже достаточно абразивный материал и мы получаем что у нас связка абразивно и плюс абразивные зерна чем меньше абразивные зерна тем в первое время связка которая доведена на карбиде кремния ну достаточно грубой фракции 120 будет принимать участие в работе тоже будет оставлять риски до тех пор пока она не выработается далее у нас связка ушла и начнут работать те зерна которые являются основным абразивом в таких брусках и ну наталкивался уже тоже неоднократно на то что кто-то приобретает несколько брусков веневского алмазного завода начинает на них работать они работают у него по ощущениям одинаково но на обладая вот этим знанием то что все бруски доведены одинаково и например если берется какая-то простая сталь то действительно мы увидим работу в первую очередь связки во вторую очередь зерна алмазного который присутствует в абразиве это как бы необходимо иметь в виду при использовании абразивов теперь дальше о доводке абразивов тоже такое достаточно распространенное мнение и вопрос какие порошки карбида кремния приобретать для доводки синт в первую очередь синтетических абразивов ну опять же общее правило такое общеизвестное то что необходимо использовать для доводки не для выравнивания для доводки порошок карбида кремния ну там в два раза крупнее чем номинал абразива это общее правило оно применимо наверное вообще ко всем абразивом если говорить про синтетику то вот что здесь алмазное зерно что здесь зерно оксида алюминий как его не притирай все равно будут появляться на поверхности зерна заданного производителем размеры будут работать они и никуда не денешься базе будет работать так как производитель его сформировал какие зерна в нем использовал соответственно для притирки ну не знаю опять же поделюсь своим мнением и опытом всей синтетики я использую вот два основных порошка 120 там 220 не значит у 230 называется 120 220 пофе поэтому на 120 чуть быстрее 230 чуть помимо будет работать вот и вся разница и соответственно подровнял снял убрал там какие-то погрешности там которые образовались процессе работа в виде седла там или там не знаю каких-то определенных дефектов которые появляются в процессе работы и вот этих двух фракций для синтетики достаточно выше крыши грубее конечно можно брать и если в опять же возвращаться к скажем так известному такому человек как бендейл который придумал и разработал точилку edge pro и формату бланков апекс если посмотреть его комплект у него стекло и грубейший порошок карбида кремния фракции f60 60 грит но правда у него технология выравнивания следующее то что берется весь комплект камней берется стекло насыпается щепотка вот этого грубого порошка огромное зерно карбида кремния и он на нем сначала начинает выравнивать грубый камень там тоньше тоньше точно не убирает суспензию которая образовалась от этих камней соответственно все это кашу не перемалывается перемалывается и в конечном счете он выравнивает там самый тонкий абразив там это f1000 по фепа вот конечно могут на этих абразивах оставаться царапины ну например в конце там да можно уже взять просто два бруска например f600 и f1000 и друг от друга потереть и убрать там те царапинки которые остались возможные царапины которые остались от грубого оставшегося зерна в процессе выравнивания в общем такой взгляд такой подход к выравниванию вот именно синтетических абразивов надеюсь что наглядно подробно и с должной степенью глубины данная тема мной была освещена продолжаю вести блог всем привет